не детская распаковка всем сюрприз меня зовут вадим и смотрите что я раздобыл я знаю что вы тоже очень любите динозавров упаковка тут конечно не самая презентабельная но зато содержимое просто огонь так это нам не нужно вы только посмотрите на эту крутотень у него каждая чешуйка проработана и покрашена прям настоящая кожа динозавра как вы поняли это спинозавр автор фигурки добавил ему вот такие красные шипы мне кажется ему очень идет спинозавр это очень крупный хищник его длина больше чем например автобус да и вес тоже а сейчас я покажу вам настоящую магию у него открывается пасть причем сделано все мега реалистично это же не знаю законно ли делать такие крутые фигурки кстати ссылочку на этих красавцев оставлю в описании под видео надеюсь там на всех хватит а сегодня еще и конкурс будет но о нем чуть позже у меня в коллекции еще не было таких здоровенных динозавров а кто отгадает что за животное в этом пакете то у нас палеонтолог не по годам правильно это мегалодон гигантская доисторическая акула и она тоже очень круто сделано как живая мегалодон переводится как большой зуб двухметровая челюсть гиганта насчитывает более двухсот семидесяти зубов расположенных в пяти рядах я кстати пока читал про него мне в интернете предложили купить зуб мегалодона за пол миллиона пишите в комментариях кто хочет обзор древнего зуба акулы страшная кака у него пасть в ней кстати можно что-нибудь хранить как в небольшой шкатулке ну красота же а это знаменитость среди доисторических рептилий великий и ужасный король динозавров тираннозавр рекс выглядит один в один как в паркирского периода и у него тоже подвижная челюсть вы как думаете кто сильнее тираннозавр или спинозавр эта фигурка тоже реалистично на сто сорок шесть процентов производители учли все до мельчайших деталей даже играть таким жалко можно поставить на полочку и любоваться кто следующий любитель скажет трицератопс но настоящие палеонтологи знают что это сина цератопс что означает китайская рогатая морда они просто в китае водились мы морда у них довольно таки рогатая по размеру и весу он был сопоставим современным носорогом вот это тоже очень интересный экземпляр мазазавр огромный морской ящер хоть он и мог нырять на большую глубину но как и крокодилы дышал воздухом выныривая из воды друзья если хотите принять участие в розыгрыше напишите какое из доисторических животных вам нравится больше всего а главное почему ну и второе условие конкурса подпишитесь на наш телеграм ведь именно там мы объявляем победителей ссылка в описании я выберу случайный комментарий и отправлю победителю одну фигурку совершенно бесплатно и последняя рептилия на сегодня я называю водила фазавр спилберга знаете почему кто догадался пишите в комментариях воротник у него конечно шикарный на спину еще добавили вот такие интересные элементы размер лапа у него огромный но рост небольшой как он такой хищник кстати не переживайте во время съемок этого видео не пострадал ни один аквамен спасибо что подбросил дружище да не за что обращайся друзья ставьте лайк если вам понравилось открывать фигурки вместе со мной и пишите если хотите продолжение мне эта коллекция очень понравилось ну а на сегодня все всем классных сюрпризов и веселых распаковок до новых встреч